Лето 1982 года для Нефтьюганска ознаменовалось долгожданной радостью. В городе открылся первый дворец спорта. Все местные школьники мечтали здесь заниматься. Директором нового учреждения стал Владимир Микульчик, мастер спорта из Мариуполя. Когда он открылся, это был ни с чем не сравнимый праздник. Праздник свободы занятий спортом, праздник каких-то новых открытий для тогдашних детей, молодежи. Безусловно, хочу пожелать вам спортивных побед. У вас очень солидный, весомый багаж, багаж ваших достижений. Вы славите наш город, наш округ, нашу страну. Сейчас, спустя 40 лет, Сибиряк не менее популярен. На данный момент его посещают более 1200 детей и подростков. Из-за такого высокого спроса учреждению приходится открываться очень рано, в 6 утра. Все, что можем, мы от себя делаем. Не расширимся, к сожалению, но залы забиты все от начала и до конца. То есть мы работаем сейчас с 6 утра, у нас детки приходят с 6 утра уже у нас и плавают, и занимаются. И до 9 у нас все забито. Самым популярным направлением по-прежнему остается плавание. Как у воспитанников спортшколы, так и у взрослых горожан, которые приходят сюда не за спортивными рекордами, а просто заботятся о здоровье. Плавание – это самое популярное направление. Очень много, не только, конечно, спортподготовкой, но и просто оздоровительное плавание. Сами понимаете, в связи с тем, что мы живем на Севере, очень многим необходимо просто оздоровление. То есть плавание – это более такой щадящий способ, поэтому плавание остается, конечно, ведущим. Воспитанники Сибиряка регулярно участвуют в соревнованиях, в том числе международных. Достигать самых высоких результатов помогают любимые тренеры. Ну вот, допустим, расстроилась на соревнованиях, что не удалось, упало, и, конечно, тренер поддержит, поможет. Мои тренера самые лучшие, я их очень люблю, они никогда не обижают. 40 лет – золотой возраст, считают во дворце спорта. За плечами богатый опыт и большие победы, но многое еще впереди. Алина Морозова, Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».